Путевку в большую взрослую жизнь в эти последние июньские дни получали не только выпускники общеобразовательных школ. Дипломы о среднем профессиональном образовании вручались и выпускникам Тогорокских колледжей. Наконец, в этом году, после двух лет пандемии, выпуск специалистов в Тогорокском механическом колледже прошел широко и ярко. На протяжении многих десятилетий, а колледже уже более 80 лет, здесь готовили настоящих профессионалов, знатоков своего дела. Сегодня механический колледж – это учебное заведение двухуровневого образования. Он входит в тройку лучших профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. Здесь обучают не только рабочим специальностям, но и готовят специалистов среднего звена. Подготовка идет почти по 20 направлениям. Каждый год открываются новые специальности. На сегодняшний день несколько специальностей пользуются популярностью. Это пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, правоохранительная деятельность, информационная безопасность, то есть все, что связано с безопасностью. Но в последнее время очень востребованы сварщики, электрики, проводники и машинисты локомотива. В свете последней ситуации очень вырос интерес наших социальных партнеров. То есть заводы, предприятия, организации, они готовы идти с нами, они готовы корректировать учебные планы, они готовы принимать участие во всей жизни образовательной организации, а самое главное предоставлять места практики и соответственно трудоустраивать. В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании получили более 300 выпускников Тогорокского механического колледжа. Торжественное мероприятие прошло в Зеленом театре парка имени Горького. Защита в тяжелых ситуациях. Скажите, ну почему выбрали такую специальность, можно сказать, даже не девичную? Всегда нравились люди в форме, всегда нравилось помогать людям, оказывать им помощь. Есть уже варианты, трудоустройство, какие-то вообще планы на дальнейшую жизнь. Планирую работать по выбранной специальности, а также получать, ну повышать свое, высшее образование получать, чтобы повысить свою квалификацию тоже по выбранному направлению. Техник-спасатель. Если честно, заставила сестра, пошел и не пожалел. Потому что понравилось учиться, очень хороший преподавательский состав, очень понравилось, многому обучили, да и в принципе хорошее место для учебы. С важной вехой в жизни ребят поздравила председатель городской думы, глава города Инна Титаренко. Еще я хочу сегодня, дорогие выпускники, сказать вам спасибо. Потому что есть за что. Потому что вы, учащиеся колледжа, теперь уже выпускники, всегда рядом с городом. Нам нужны волонтеры на пункты временного размещения. И колледж всегда вместе с городом решает сложные проблемы, сложные задачи. Не детские, большие, взрослые, настоящие, сложные. Огромное вам спасибо, ребята. Потому что вы умеете побеждать уже сегодня и сейчас. Умеете побеждать на WorldSkills. Умеете побеждать в спортивных соревнованиях. Умеете побеждать в конкурсах профессионального мастерства и во всероссийских олимпиадах. За это вам огромное спасибо. Вы уверенно и твердо начинаете делать шаги во взрослой жизни. Из 300 выпускников 52 получили документ в красной обложке. Это значит, что его обладатель в течение всех лет обучения показывал отличные результаты в изучении общеобразовательных и профессиональных дисциплин. Дипломы отличникам вручила заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева. Хотим, чтобы все ваши мечты, наши самые смелые, обязательно сбылись. Для обладателей красного диплома открыты, а точнее распахнуты двери многих таганрогских фирм и предприятий. Впрочем, уровень подготовки всех студентов колледжа так высок, что работодатели приходят знакомиться с возможными будущими сотрудниками уже на выпускной вечер. В современных непростых условиях санкционного давления работодатели особенно заинтересованы в специалистах рабочих профессий. В данной ситуации сейчас у нас в стране любая специальность рабочая ценна. Ну, мехобработка на заводе, все специалисты рабочей профессии, им все пенсионеры. Если они не передадут свои знания молодым, все, их знания про умерли. Чем занимаются ваши предприятия? Выпускают элементы трубопроводов для нефти и газа. Молодежи будут где работать, и мы уверены, что вот сейчас мне на завод 20, 30, 50 человек, я бы их всех взял. Поздравить выпускников в этот день пришли не только потенциальные работодатели, но и депутаты городской думы, руководители муниципальных предприятий, духовенства. Все они желали ребятам обязательно найти себя в этой жизни. Впереди у нас наступает интересная жизнь. Перед нашей Россией, я верю и чувствую, открываются огромные перспективы. И трудовые руки, горящие сердца, желающие поднять эту огромную страну в свои объятия, мы их видим среди вас. Искренне хочется пожелать вам ангела-хранителя на этом пути. Пусть мир и любовь всегда будут рядом с вами. Пусть Божие благословения сопутствуют вам на вашем пути. Держайте, ищите, творите, выдумывайте, пробуйте, у вас все получится. С помощью вам Божия и ангела-хранителя. С Богом, добрый путь. Но особенно трепетно, как всегда, прозвучали поздравления директора Механического колледжа Рафаила Магирамова. Я хочу им пожелать не останавливаться на достигнутом и никогда не забывать время, проведенное в стенах колледжа. Во время церемоний, вручения дипломов, которые проводили социальные партнеры колледжа, вместе с выпускниками на сцену поднимались их классные руководители. Сегодня они отправляли в большое плавание своих, таких уже больших детей. И, конечно, настоящим украшением этого вечера стали творческие номера, подготовленные студентами и преподавателями Механического колледжа. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ